В 2017 году Олеся Финюшина, учитель изобразительного искусства православной гимназии, была лауреатом конкурса «Серафимовский учитель». Педагог выступала с проектом росписи гимназической трапезной. В работе участвовали ученики. Они писали орнаменты, тексты и одежды святых. В этот раз Олеся Валерьевна представила на суд жюри конкурса мультипликационный проект «Настоятели» при поддержке фонда президентских грантов, в который входят три фильма об основателях и святых Саровской пустыни. Первые два выпуска вышли под руководством режиссера-постановщика Александра Птичкина. Мультфильмы проекта ребята делали в формате перекладки. Героев и детали рисовали на бумаге, сканировали и переносили в фотошоп, а оттуда в специальную программу для анимации. Мы вот этого персонажа помещали в программу «Моха-про». Делали рик персонажа. Это настройка костей, настройка липсинга. То есть вообще это очень долгая процедура. Настроить персонажа – это, наверное, одно из самых сложных. Чтобы потом с ним было легко заниматься. И делали анимацию. В рамках проекта Олеся Валерьевна вместе с учениками ездила в различные города, чтобы собрать информацию для мультфильмов. Там юные художники делали архитектурные зарисовки, переносили на бумагу, виды оружия, костюмов и предметов быта. В процессе работы у педагога на столе всегда лежали книги саровских краеведов Валентина Степашкина и Алексея Подурца. Ведь для Олеси Финюшиной в мультфильмах важна была историческая достоверность. В третьем выпуске появились векторные персонажи. А ребята стали рисовать не только на бумаге, но и на планшетах. Присудить звание «Серафимовский учитель» Олеси Финюшиной жюри конкурса приняли единогласно. Я все время говорю, что это не моя заслуга, ну не только моя заслуга, а заслуга директора. В общем-то она мне помогает в этом. То есть когда я ей предложил мультик, потом я испугалась этого слова. Зачем я вообще сказала? А она говорит, нет, надо озвучивать это вслух, надо про это говорить, и тогда это получится. Вот, то есть она прям меня очень поддерживает во всем. Посмотреть мультфильмы проекта «Настоятели» по коллективным заявкам можно в Духовно-научном центре Саровского монастыря. Сейчас православная гимназия подала заявку на грант на создание следующей, четвертой серии мультипликационного цикла. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.